добрый день дорогие друзья с вами руслан и я хочу сегодня достать старый пыльный паян на тему сколько же все-таки нужно денег для того чтобы переехать сша я хочу поговорить сегодня конкретно нью-йорке и хочу еще раз покопаться в интернете с вами посмотреть сколько же нужно денег и я записал небольшое видео я вчера ездил за продуктами в костка и мы посмотрим также по ценам на продукты вот я взял конечно не основной спектр спектр продуктов то у меня не было мяса не было овощей вот но все равно вы примерно будете знать сколько вы будете тратить на продукты и так поехали и так сколько же денег вам потребуется я хочу начать всем известные любимые фразы я вышел в интернет с таким вопросом поехали ну долго не года и не думая я зашел на сайт аэрофлота посмотреть цены на билеты туда и обратно то есть из москвы в нью-йорк из нью-йорка в москву хочу сказать что значит цены я смотрю для одного человека и в свое время мы покупали именно здесь билеты до нью-йорка именно здесь мы нашли промо цены на билеты и взяли их довольно дешево значит все конечно же зависит от того какой день недели какой месяц и как заранее вы их покупаете я советую конечно же билеты покупать заранее месяца за два за три может быть и более это вам поможет сэкономить значительную сумму денег так кстати со всем и с отелями как вы знаете и с арендами с арендой автомобиля и с перелетами если вы заказываете заранее то вы тем самым экономите и ну соответственно позволяете планировать компании когда они могут планировать они вам дают конечно же более выгодную цену для вас так значит по ценам ясно примерно вы конечно же будете смотреть из своего города но я примерно взял стандартный путь какой бывает у многих россиян то есть это москва нью-йорк возможно у граждан белоруссии украины казахстана других стран у них конечно же будут какие-то другие расценки я более чем уверен так как они будут лететь скорее всего своими авиалиниями вот но примерно цена вот такая если вы летите из москвы в нью-йорк да кстати что касается обратного билета почему все рекомендуют брать обратный билет потому что на границе иммиграционный офицер на вас будет смотреть скорее как на потенциального эмигранта потому что у вас нет обратного билета Если у вас будет обратный билет, то вы будете в общей массе туристов выглядеть не так подозрительно Так как у любого туриста, когда вы едете куда-то отдыхать, у вас наверняка есть обратный билет Вы тем самым сливаетесь с общей массой и к вам не возникает никакого излишнего подозрения Переходим дальше, что касается жилья Хочу вам сказать сразу, не удивляйтесь, цены растут в Нью-Йорке И даже год назад можно было снять хорошую комнату за 600 баксов Сейчас за 600 баксов, 650 баксов со всеми ютилитами включенными Вы сможете снять вот такую комнату на одного человека Она конечно выглядит очень аккуратно Но все-таки на одного И она будет находиться в Рего парке В Куинс Что конечно же Не так близко К Манхэттену Это добрых Ой, даже это не Рего парк Так, где это у нас? Озон парк у нас Ой, так это Это у нас, друзья, возле аэропорта JFK Озон парк Вот так вот, друзья Довольно Такой ночковый район То есть здесь живут преимущественно Афроамериканцы Давайте Закинем туда человечка И посмотрим В этом районе живут преимущественно Афроамериканцы и латиносы Конечно же, если вы Не пугливый человек Не боитесь каких-то Возможных выпадок Со стороны Афроамериканцев или латиносов То, в принципе, можно, конечно, туда заселиться И единственная проблема Которая будет у вас оставаться Это Передвижение Здесь написано, что Есть метро Это поезд Эй Он идет Он идет у нас Отсюда И Вот так вот Вдоль Значит, по Бруклину идет И вдоль побережья Вдоль Гудзона По Манхэттену Там, конечно же, вы можете пересесть Есть пересадки И вы сможете добираться В другие части города Но Опять же-таки советую Это я просто Первую попавшую комнату Которая у меня была Я ее открыл Конечно же, советую искать Комнату где-то Во-первых Где контингент будет жить Более вам Знакомый То есть это Либо Выходцы из СНГ Либо Американцы Какие-нибудь Я не знаю Вот как мы живем У нас здесь греческий район Но Это такие греки Которые приехали сюда Там 30-40 лет назад И в принципе С ними довольно комфортно жить Потому что они Как Очень спокойное население И вообще Сам себе район Очень спокойный Так Ну а что касается Вот этой серии Это у нас все Афроамериканцы Живут здесь Значит Вот здесь Очень богатый Дорогой район С хорошей школой Ну и здесь Уже районы Тоже хорошие Довольно-таки пошли Советую Конечно Поближе к метро Чтобы при возможности Если вы начали Работа на Манхэттене Можно было ездить На Манхэттен Так Значит Комнату Примерно Поняли Где-то около От 650 50 долларов На одного человека Цены Конечно Растут Вот Такие вот Дела Так Переходим дальше Что касается Сотовой связи Провайдеров Очень много Сотовой связи И цены У них начинаются От 30 долларов В месяц На одну сим-карту С Трафиком Один гигабайт Скорость Будет ЛТИ 4 мегабит Секунду В принципе Цены Такие У всех Как бы Вы не сможете Там что-то Более выгодное Найти У всех Все одинаково Примерно Там и Симпл мобайл Там и Метро ПСС И так далее Так Что касается Интернета У нас Значит тут Спектрум Который Раньше Назывался Таймборнер Они Думаю Переименовываются Пытаются Новую историю Так начать Может быть Скорее всего Потому что Репутация Очень Очень Плохая В этой Компании Потому что Качество Интернета Которое Они Предоставляют Оставляет Желать Лучшего И При Моих 300 мегабит Секунду Я Получаю Стабильно Только 50-60 И Про Скорость Закачки Я вообще Молчу Там 7-10 Варьируется И Более того Эта Скорость С очень Высоким Пингом И Знающие Люди Меня поймут Те Кто Играют Возможно В онлайн Игры На Sony PlayStation Это Ужас Какой-то Может Пинговать И так Далее Что Касается Провайдера Значит Таких Тоже Несколько Там Есть И Оптимум Еще Есть Разные Компании Но В моей Эре Конечно Таймворнер Они Как Монополию Свою Создали И Очень Многие Дома Имеют Только Таймворнер Я Подал Год Назад Заявку В Верайзен А вы знаете Оптоволокно Оно Очень Качественное По сравнению С тем Интернетом Который Передает По этим Телевизионным Круглым Кабелям Вот Поэтому Такая Ситуация С интернетом Но По крайней мере Можно найти Вот такие Дешевые Цены Хочу Напомнить Что Для того Чтобы Искать Квартиру Работу В интернете Переписываться Там С родственниками Разговаривать По Скайпу Конечно Будет Тоже Иногда Тупить Тормозить Но Вы сможете За вот Такую цену До 100 Мегабит Секунду Написано У вас Будет Но Хочу Предупредить То Что У вас Будет На самом Деле Там 20 Может быть 40 50 Мегабит Секунду Будете Получать Максимум Половину Иногда Будет Заскакивать Там До 90 До 100 Но Это Вообще Практический Космос Для вас Будет Такую Цену Так Примерно Определились Значит Около 30 Баксов Будет Интернет В месяц Там Есть Конечно И Бандл Такие Комплекты Знаете С телевизором Там С Телефоном Но Здесь Тоже Уловка Такая Первые 12 Месяцев У вас Будет Этот Бандл 30 Баксов Потом Они Будут Чарджить Там Знаете Без Штанов Оставят Они Еще Те Мошенники Так Значит Хотите Все Таки Смотреть Телевидение Хотите Какие То Каналы Смотреть А Я Вам Настоятельно Рекомендую Это Делать Для Того Чтобы Вы Улучшали Свой Язык Ну И Просто Знаете Когда После Работы Приходите Хочется Все Так Посмотреть Телевидение А Оно Здесь Другое Оно Здесь Более Качественное Контент Более Качественный Картинка Очень Качественная И Конечно Же Не Стоит Рядом С Допустим Российским Телевидением Пожалуйста Можете Купить Року Очень Удобно Очень Так Красиво Выглядит Пультик Очень Такой Модненький Знаете С Тряпичной Такой Бирочкой Здесь Року Ну И Значит Подключить HBO Для того Чтобы Смотреть Допустим Game of Thrones Всем привет Поклонникам Game of Thrones Ну И так далее Но Ребята Здесь В принципе Понятно Там Есть И Apple ТВ Там Есть Amazon ТВ То есть Можно Таких Коробок Много Разных Покупать Но Року Почему То Считается Одной Из Лучших Я Не Знаю У Меня Кстати Лежит Коробочка Если Кому То Нужно Обратитесь Я Продуктов Я Сейчас Ставлю Маленький Отрезок Как Я Вчера Съездил Закупился В Костка И Купил Не Самые Такие Ходовые Продукты Но Которые Мы В принципе Потребляем Там Не Было Мяса Не Было Овощей Основных Таких Базовых Таких Как Картофель Лук Морковь Там Ну В принципе Это Недорого И Я Думаю Это Не Обязательно Даже Описывать Вот Но Мясо Вы Должны Понимать С Овощами Будет Обходиться Вам Минимум Ну Паксов 50 В Неделю Я Так Думаю В принципе Если Покупать Прям Хороший Кусок Мяса Здесь Прям Продаются Знаете Прям Большими Такими Кусками Вакуумной Упаковки Можете Купить И Вам Это В принципе Будет За глаза На Дорогие Здесь Очень Много Магазинов И Недостатков Продуктов Здесь Никогда Не было И не Будет Потому Что Здесь Огромное Количество Фермерских Хозяйств На Терри США Плюс Латинская Америка Постоянно Поставляет Овощи Фрукты Поэтому Никогда Не Было Проблем С Поставкой Здесь Продуктов И Здесь Буквально На Каждом Шагу Стоят Шикарные Маленькие Такие Магазинчики У которых Шикарные Просто Полки С Овощами С Фруктами И Первое Ремя Конечно Люди Приезжают Они Немного Шок И То Что Я Помню Допустим В Москве Жил Заходишь В этот Магнит Там Лежат Гнилые Помидоры Гнилые Еще Что Их Просто Друг На Дружку Перекладывают И Не Очень Впечатление Если Честно Я Когда Приехал Конечно Первый Раз Шок Знаете Когда Полки Просто Ломятся От Фруктов От Овощей Вот Но Развалили Фермерское Хозяйство Куда Деваться И Так Значит Дальше Будет Видео Посмотрите Вот И Заранее Хочу Сказать Спасибо За Просмотр И Я Надеюсь Вам Возможно Многим Будет Неинтересно И В принципе Не полезно Я Согласен С Этим Это Видео Но Для Некоторых Людей Конечно Новые Узнают И Я Буду Только Очень Рад Если Такие Люди Действительно Что-то Новое Откроют Для себя И Узнают И Я Надеюсь Что у них Переезд Сложится Более Легко И Более Плавно Пройдет И У них Все Будет Хорошо Вот Все Друзья Пишите Мне Пишите Мне В Телеграме В Вайбере Ватсапе И Я Буду По Возможности Быстро Отвечать На Ваши Вопросы Все Друзья Пока Смотрите Дальше Видео Там Про Продукты Будет Итак Поехали По Продуктам Быстренько Пробежимся Это Значит Такой Знаете Внеочередной Закуп Был Немного Там Макарошек Йогурта Молока Хлеба Рыбу Пройдемся Значит Так У нас Хлеб All Грейн Хлеб Стоит 7 Баксов Вот За Два Таких Свежих Батонов Которые Пекут Прям Там Ж В Коско Где Мы Покупаем Все Яйца Я Покупал Не В Этот Раз Но Я Тоже Брал В Коско Я Брал На Той Недель Стоит По Моему Около 10 Баксов Упаковка Вот Такая Organic X Selma Вот Мы Любим Покупать Две Таких Упаковки Стоит 24 Доллара 340 Грамм В Каждой Тушке Такая Упаковка Так Значит Клубника Клубника Стоит 5 5,5 Долларов Дальше Значит Черника Такая Большая Упаковка Стоит У нас 9 Долларов Черника По-моему Да Называется Так Я что-то Забылся Вроде Как Черника Так Вот Такой Сыр Моцарелла Итальянский Сыр Хороший Очень Стоит Сигал Отойди От Ягод 6 Долларов Манго 6 Штук Упаковка 6 Долларов Яблоки Гала Вот такие Вот Значит Здесь такая Упаковочка Уже Стоит 9 Долларов По-моему Где это Органик 10 Долларов Такая Опаковка Яблок Стоит Такие Финики Сушеные Стоят 8 Долларов Точнее 9 Долларов Огурцы 3 Доллара Хлопья 2 2 Упаковки Стоят 8 8 Долларов Должны Стоит А нет 6 6 Долларов Такая Большая Упаковка Из 2 Пачек Так Значит Макарошки Всякие 7 Пачек Здесь Вся Эта Упаковка Стоит 8 Долларов Для сравнения В магазине Одна упаковка Стоит Около 2 Долларов А то и Больше По-моему А здесь За 7 Пачек 8 Долларов Так Йогурт Активия Данон 24 Упаковки Стоит 10 Долларов Такая Упаковка Из 24 Пачек Так Ну и Напоследок Что я Сегодня Еще Взял 3 Упаковки Молока Соевого Молока Стоили Они 8 Долларов Вот Фотографию Чека Я Еще Сейчас Приложу К Видео Можете Посмотреть Примерно Цены Молока Молока Я Стоит Эти Р Продолжение следует...